Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной опуск новостей сегодня в эфире. Только земля придет нам на помощь. Западная Армения и Конституционный суд Республики Армения. Спустя столетия после 1915 года армяне снова столкнулись с культурным геноцидом. Армения все еще скорбит. Депутат Западной Армении Гильермо Караманян выступил на радио Аргентины. Карта армянской письменности Западной Армении Килики. Армянка спела в Сенате США на армянском языке. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Дневник, депортированный в результате геноцида против армян Сарпуи Йовагян. Записная книжка Сарпуи Йовагян, десятилетиями забытая на чердаке до того, как попала в собрание Национальной библиотеки Франции, является одним из немногих хорошо известных свидетельств о жертве написанных в ходе геноцида против армян. Это критическое издание погружает нас в один из самых мрачных периодов 20 века. Мы шли бесцельно, по 6 часов в день, не ели и не пили. Идите, идите дорогой до конца своей жизни. 25 октября 1915 года 22-летняя армянка сбежала из шеренги депортированных в порт Гиресун на Черном море. Геноцид благотурок против армян Османской империи продолжается с апреля. Как и многим ее несчастным товарищам, Сарпуи Йовагян пришлось оставить в дороге своего 4-летнего сына, чтобы скрываться в течение нескольких лет за счет частой смены места жительства. Находясь в подполе, она использовала блокнот, чтобы более или менее регулярно записывать свои переживания от текущих событий, которые хранились на армянском, затем на французском и некоторые отрывки на греческом языках. В этом отрывке она рассказывает о своем путешествии по Армении после депортации из Трапзона, где она жила со своей семьей в июне 1915 года, о своей уникальной жизни в Гиресуне. Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что признание США геноцида против армян может саботировать попытки примирения с Ереваном после войны в Арцахе. Турция предупредила Соединенные Штаты, что наименование резни армян в Османской империи геноцидом может иметь разветвление, заявив, что этот шаг может помешать усилиям по возможному примирению с Арменией. Ранее в четверг ряд армянских газет сообщил, что президент США Джо Байден обнародует символическую фразу в субботу, в 106-ю годовщину массового убийства. Байден еще не позвонил своему турецкому коллеге Раджептайпу Эрдугану. Полную версию статьи можно найти на нашем сайте. Информационное агентство Армен Пресс опубликовало статью «Век после 1915 года». Армянский народ снова столкнулся с культурным геноцидом, в которое представлена антиармянская политика Турции и Азербайджана. К 2021 году армянский народ упоминает о потере полутора миллиона своих жителей, родины. В таких условиях, которые, кажется, увели его обратно в период после геноцида, Турция начала осуществлять культурный геноцид армян. Осенью 2020 года после войны, развязанной Азербайджаном против Варцаха при содействии Турции, история, кажется, повторяется. Азербайджан разрушает и оскверняет армянское культурное и историческое наследие на территориях, попавших в результате войны под его контроль. Политика Турции заключается в том, что спустя 106 лет после геноцида 24 апреля армяне вынуждены проводить параллели. Полную версию статьи можно найти на нашем сайте. Корреспондент The Fregan Policy Нил Хаурер опубликовал обширную статью о геноциде против армян, Второй Арцахской войне, Сумгаицкой резне, Спитакском землетрясении и других темах. «Нет такой же белой вершины, как Арарат», – писал армянский поэт Якиш Ачарен в своем произведении 1915 года «Голубая родина», о горе с двумя одинаковыми вершинами, которая является национальным символом всей Армении. Но Арарат не близок, он невероятно далек от давно закрытой границы с Турцией, которая больше известна среди армян как Западная Армения. Армян не осталось, по крайней мере, открытых армян. Национальный символ Армении – жесткий камень самобытности всего народа находится на границе враждебного соседа. Однако постоянное напоминание о том, что было потеряно, – это лишь одна из многих потерь, которые пережили армяне. К сожалению, это была не первая потеря армян. Геноцид против армян 1915 года не был случайностью. Геноцид против армян 1915 года не был случайностью. Это была тщательно спланированная последовательность событий, разработанная младо-турецким революционным правительством Османской империи для сдерживания угрозы, исходящей от неверного населения. Более миллиона армянских мужчин, женщин и детей собрались в своих деревнях и городах, вынудили образовать жалкие колонны и загнаны в сирийскую пустыню умирать. Материал полностью доступен на нашем сайте. Депутат Западной Армении. Консул Западной Армении в Аргентине Гильермо Караманян выступил на государственном радио Аргентины. В своем выступлении Караманян особо остановился на геноциде против армян в Западной Армении и о том, что делать с его настоящим и будущим. Выступление Гильермо Караманяна вызвало большой резонанс в странах Южной Америки. Далее будет представлена запись выступления на испанском языке. Вы можете прочитать речь и запись на испанском языке, а также прослушать эту запись на нашем сайте. Средневековая рукописная книга имеет особое значение во всем армянском историческом и культурном наследии. Он не только важен своим богатым содержанием, исторические, теологические, философские, литературные и многие другие работы, но и ценен как произведение искусства благодаря материалу, на котором он написан. С его элегантностью, миниатюрой, анимографией, а также достоверный документ, воспоминания которого говорят о месте, где он был написан. В создателях, времени, написания и многих других событиях. В этом смысле любая рукопись – это уникальное культурное произведение. Целью проекта карты армянской письменности Западной Армении Киликии 10-15 веков было провести всесторонние исследования. Отобразить на карте буквы Западной Киликийской Армении, а также наиболее богатые из них. Наследие армянских рукописей, созданных в этих центрах. Следует отметить, что армянские монастыри на этих территориях, которые были типичными, и другие памятники материальной культуры были в основном разрушены в 1915 году во время геноцида против армян по разным причинам. И созданные там в рукописи – единственное свидетельство их существования. Таким образом, данное исследование является пластом на среде мировой цивилизации. Чтобы избежать забвения, это возможность изучить армянские рукописи с точки зрения их литературы. Статья будет доступна на нашем сайте. В Сенате США армянка исполнила песню на армянском языке под нескончаемый аплодисмент американских чиновников. Видео выступления вы увидите в конце нашего выпуска. Как никогда ранее, депортированные армяне всего мира почувствовали потребность в единстве после годовщины геноцида против армян. Верная своей миссии, государственное телевидение Западной Армении продолжает оставаться связующим звеном, поддерживающим связь между депортированными армянами. Государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Но рассчитывает на вашу активную поддержку наших общих программ и целей. Государственное телевидение Западной Армении связующее звено самоопределения и патриотизма. Вместе мы можем сделать больше. Далее для вас армянка исполнит в Сенате США Сарериховин Мерна. Далее для вас армянка исполнит в Сенате США Сарериховин Мерна. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.